Зима в этом году теплая и очень снежная. Конечно, для обычных людей, так скажем, это хорошо, а вот для рыбаков это большой минус, потому что прежние места рыбалки не замерзли и приходится искать новое. Чтобы найти новое, нужно пробираться через снег только на снегоходах или снегоступах. Передвижение по рекам затруднено сугробами в одних местах, а в других, возможно, только вплавь. Там, где обычно вода замерзает, в этом году полыньи, лед нестабилен, и чтобы по нему ходить, нужно знать, как выглядит безопасно, говорят спасатели. Он может быть голубого или темно-зеленого оттенка. Если лед вот такой вот белый, дымчатый, это прочность, да, уже немножко похуже. То есть здесь уже снег местами есть. То есть он рыхлый получается? Ну, он не рыхлый, но структура льда и прочность уже уменьшается намного. А если вот такой прозрачный он? Вот прозрачный, значит, получается вот 10 сантиметров, как здесь, это для человека, допустим, вполне безопасно. Если лед желтоватый или над ним выступает вода, ходить по нему точно нельзя. Спасатели говорят, что в этом году лед на водоемах края тоньше, чем в предыдущие. В морозной зиме его толщина достигает метра. Этой же зимой реки промерзли примерно на 50 сантиметров. Поэтому лучше ходить по водоемам осторожно, прислушиваясь к треску. И брать с собой длинную палку, чтобы зацепиться ей в случае провала под лед. А если провалились, не нужно паниковать. Если это на реке и течение, значит, ему необходимо в сторону против течения двигаться, либо вбок. Вот, когда подплыл человек, ну, полынья же все равно есть. Когда он подплыл, попробует, значит, забраться на лед. Если он забрался, значит, перекатывание, мы отдаляемся от полыни, значит, ну, возвращаемся опять в ту сторону, откуда вышли. Плыть по течению при этом нельзя. Затянет под лед и тогда уже не выбраться. К слову, в Алтайском крае не так много таких случаев, и в основном люди тонут весной. Кстати, на автомобилях по рекам ездить запрещено. Выпишут приличный штраф от 5000 рублей. Лучшая переправа – мост или специальная ледовая тропа. Так что, если вы неопытный рыбак, в этом году на лед самостоятельно лучше не соваться. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.